Казахстан признает Крым российским, но очень стесняется. Политика. Крым российский 5 декабря 8.41. Казахстан признает Крым российским, но очень стесняется. Время заигрывания лидеров постсоветского пространства с украинским режимом закончилось. Дмитрий Родионов. Комментарии в просмотров 5 437. Фото. Алексей Павлешак. ТАСС. Материал комментируют. Владимир Лепехин. Игорь Шатров. Казахстан не считает присоединения Крыма к России в 2014 году аннексией. Об этом президент страны Касым Жамар Такаев заявил в интервью Deutsche Well. По его словам, аннексия является слишком тяжелым словом применительно к ситуации с Крымом. Отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана напугано событиями на Украине, он подчеркнул, что никакого страха в Казахстане не было. Поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией, мы изначально верили в мудрость, порядочность российского руководства, пояснил Такаев. При этом он назвал Минские соглашения единственным правовым документом, который способен привести к урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. А еще рассказал, что даже сам факт проведения переговоров в Минске был инициирован бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске, пояснил президент. Читайте также. Американцы пошли в Абанк, Северный поток-2 остановят к Рождеству Конгресс США вводить новые санкции против зарубежных парниров Газпрома. Как понимать такие заявления лидера Казахстана? Как слегка завуалированное признание официальной Астаной Крыма частью России? Или все же нет? На этом фоне интересно узнать, что по поводу подобных метаний думает украинская пресса. Вот, например, на одном из зарубежных порталов еще в начале года появляется статья под названием «Аннексия Крымар как испытания для Казахстана». Автор материала подчеркивает, что вопрос принадлежности полуострова является одним из сложнейших для Казахстана. Но эта страна официально до сих пор прямо не признала его субъектом России. И, несмотря на то, что Казахстан всячески старается обойти этот вопрос стороной, он все же в связи с Крымом не раз оказывался в неудобной политической ситуации. В частности, в 2015 году одно из крупных казахстанских издательств выпустило школьные учебники по истории и географии, в которых Крым был указан субъектом именно России, что вызвало протесты Киева и требования изъятия школ учебник как противоречащей позиции руководства Республики Казахстан, которая неоднократно заявляла о своей поддержке территориальной целостности Украины. Казахстан тогда пошел на поводу Украины и внес необходимые Киеву изменения в учебники. Следующий скандал в связи с Крымом в Казахстане произошел в июне 2017 года. Тогда посольство Украины потребовало от Казахстана объяснений, почему Крым на инсталляции с глобусами в центре Нур-Султана, в ту пору Астаны, оказался на карте России. Тогда как карта Украины без территории аннексированного полуострова, Казахстан призвал не политизировать это дело, но скульптуры в итоге все же демонтировал. По словам автора, после этих случаев стало особенно заметно, что власти Среднеазиатской республики стараются осторожничать в вопросах, связанных с Крымом. Например, в этой стране так и не вышел на экраны фильм «Крымский мост». Сделано с любовью, который прокачки собирались показывать на экранах Казахстана. И даже сделали публичный анонс. При этом Казахстан в большинстве случаев, когда на международном уровне обсуждают крымский вопрос, обычно поддерживает Россию. Иногда воздерживается. Например, в 2014 году, когда Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о признании незаконным референдумом в Крыму, тогдашняя Астана воздержалась от голосования. А в 2016 году проголосовала против предложенной Украиной резолюции относительно Крыма. Надо отдать должное Такаеву. Он дал по-восточному очень выверенный, взвешенный ответ на провокационный вопрос, подчеркивает заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Такаев ведь не сам поднял тему Крыма. Это сделала Жанна Немцова, допустив вольную трактовку событий 2014 года. Спрашивая, не было ли правительство Казахстана напуганной событиями в Украине, а именно аннексией Крыма и войной на востоке страны, она явно рассчитывала подловить собеседника. Как будто не было Майдана, а внезапно случилась аннексия Крыма и война на востоке страны. И за всем этим видна рука Москвы, следует из контекста. Выходит, и испугаться Казахстан должен был российской агрессии, а не бацил украинской анархии. Пропустив проброс про аннексию Крыма, Такаев должен был попасть в профессионально расставленные селки. Оказалось, в Deutsche Welle не с тем связались. При этом президент не стал скрывать симпатий к России, заявив, что никакого страха не было, поскольку у нас Абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. С.П. Отрицание аннексии и признание Крыма частью России это ведь разные вещи? Разные. Но первое допускает второе в качестве следующего шага. Противоположная же оценка второго не допускает ни при каких условиях. То, что произошло, то произошло, сказал Такаев. Вот на самом деле формула, описывающая отношения Казахстана к случившемуся с Крымом. Он предлагает работать с реальностью, а не с иллюзиями и фантазиями. С.П. Казахстан ранее не раз шел на поводу Украины, выполняя требования убрать изображение российского Крыма из учебников, карт, инсталляции Т.П. Почему? Я думаю и после данного интервью единственное, на что пока способен пойти Казахстан, так это на определение Крыма как спорной территории. Мне кажется, большего на данный момент и не надо. Страсти должны улечься. На самом деле такая оценка последствий событий весны 2014 года в Крыму отражает доминирующее в мире отношение к конфликту между Украиной и Россией по крымскому вопросу как к территориальному спору. И спор ведь действительно существует, так как присутствуют претензии на Крым со стороны Украины. При этом, благодаря большому объему информации на эту тему, мировое сообщество прекрасно осведомлено и об исторических правах России на Крым, и о законодательной ошибке, которая была допущена в свое время при передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР. Не будем спешить. По-моему, сейчас идет этап просвещения третьих стран, введения их в курс дела. Для всеобщего признания Крыма неотъемлемой частью России просто не пришло еще время. СП, в голосованиях в ООН по Крыму Астана то воздерживалась, то была против украинских резолюций. Как это понимать? Казахстан выступает с позицией миротворца, а миротворец должен быть нейтральным. Астана голосует, исходя из этого. Такаев напомнил, что именно Назарбаев первым предложил усадить конфликтующие стороны за стойл переговоров и сделать это хотел в столице Казахстана. Только проблемы с логистикой помешали осуществиться задуманному. Тезис об отрицании аннексии Крыма «Первый шаг к признанию Казахстаном факта присоединения Крыма к России законным», считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. И это шаг значимый, поскольку речь идет о заявлении главы Казахстана. Шаг, сделанный вовремя. СП, почему такое важное заявление звучит сейчас? Довольно неожиданно, вроде тема не в международной повестке сейчас. Вне всякого сомнения данное заявление суть поддержка руководством Казахстана позиции России накануне встречи участников нормандского формата, на которой Киев будет использовать крымскую карту в качестве аргумента при решении проблемы Донбасса в свою пользу. Время заигрывания некоторых лидеров постсоветского пространства с украинским постмайданным режимом закончилось. В Нур-Ксултане есть понимание того неоспоримого факта, что ситуация в Европе и в мире меняется, уровень поддержки Украины падает, а Россия, напротив, наращивает международный авторитет. Грузины больше не боятся Путина. В Тбилиси говорят, что нашли богатую замену русским туристам на Ближнем Востоке и в Западной Европе. СП. В первые годы независимости Казахстана Нур-Султан Назарбаев не раз заявлял, что во внешней политике страна будет придерживаться принципа многовекторности. С тех пор Казахстан старался придерживаться нейтралитета в спорных вопросах и не поддерживать в одностороннем порядке только Китай, Россию, страны Центральной Азии либо Запад. Правильная ли эта позиция, по-вашему? Применима ли она к вопросу Крыма? Или все-таки Казахстану следовало бы признать территориальную целостность ближайшего союзника и партнера? Казахстан и сегодня придерживается многовекторной политики. Но сегодня Союз РК с Евросоюзом не столь важен, как раньше. В то время, как значимость экономического взаимодействия с РФ растет, упрочение союза с Россией важно и с точки зрения противовеса усиливающемуся Китаю, который все более влиятелен в Центральной Азии, а также радикальному Квазисламу, проникающему в РК с южных направлений. Помимо прочего, рост товарооборота между Россией и Казахстаном последние четыре года, с 2016-го, свидетельствует, что планы противников РФ удушить нашу страну экономическими санкциями потерпели фиаско. СП, при новом президенте стоит ждать серьезных изменений. Нынешний президент Казахстана демонстрирует нам завидную политическую мудрость и высокий уровень прагматизма. В этом смысле РК становится самым надежным и стабильным партнером России в процессе евразийской интеграции.